Всем доброе утро! Сегодня ко мне на эфир в гости зашел Андрей Васильев, head of e-commerce Restore. Андрей, привет! Привет, привет, Борис! Restore по итогам 2019 года, согласно рейтингу топ-100 интернет-магазинов от Data Insight, показал оборот 7,2 млрд, показал достаточно крутой рост и в количестве заказов, если не ошибаюсь, 28%, и 36% рост оборота. Скажи, пожалуйста, на каком месте в этом году Restore закончит? Какое место займет по итогам этого года Restore в рейтинге у Data Insight? И получится ли вырасти с такой же скоростью? Ну, откровенно говоря, мы растем гораздо более интенсивно сейчас, на текущий момент, даже при результатном полугодии, да, с учетом второго квартала. Вот, поэтому предполагаю, что мы... Откровенно говоря, прогнозы – это такое неблагодарное дело, потому что сейчас все растут, вот, и поэтому очень хочется войти в топ-20, и полагаю, что, наверное, нам это удастся, потому что мы достаточно динамично развиваемся, и просто если смотреть на, как бы, среднеотрасливые значения, то мы, на самом деле, кажется, что их опережаем. Вот, если исключить Marketplace и на иного рода динамичные магазины. Круто! Расскажи, пожалуйста, за что ты отвечаешь в компании, чем занимается Head of e-commerce? Ну, я отвечаю, в принципе, за развитие онлайн-продаж, вот, отвечаю целиком полностью за restore.ru, за смежные сервисы, там, условно говоря, позиционирование авторизованных сервисных центров, за, да, вот, с точки зрения позиционирования в рамках нашего онлайн-магазина, за омниканальное развитие, за взаимоотношения с розницей, в целом за всю воронку продаж, потому что, если, условно говоря, отвечая на вопрос, за что ты отвечаешь в компании, в первую очередь, ты смотришь на свой P&L, вот, и понимаешь, что ты отвечаешь за все, за эффективность, за сокращение, там, оптимизацию костов, за рост выручки, за рост опера прибыли и так далее. То есть это полностью в моей, так скажем, зоне ответственности. Как обстоят сейчас дела в компании, как на вас казалась пандемия? Хороший вопрос. Дела обстоят в целом неплохо. Вот, мы, откровенно говоря, скажем, смотрели на другие рынки, вот, потому что мы имели, вот, посмотрев, эта ситуация, она где-то сыграла нам на руку, потому что мы стали гораздо ближе с нашим брендом, да, то есть, как бы, у нас были ежедневные встречи, включая выходные, вот, и мы достаточно тесно общались, и они делились с нами определенного рода инсайтами с точки зрения того, как ведет себя международный рынок и в рамках пандемии, и после выхода из пандемии и так далее. Мы, в принципе, в рамках этих ожиданий, наверное, и выстраивали нашу стратегию. То есть, в целом, мы чувствуем себя неплохо, рынок оживляется, мы и с точки зрения онлайна, ну, давай так, у нас, ну, ты в курсе, что у нас он не канальный бизнес, вот, и наша доля доставки, она была не всегда значительная, и она, если сравнивать, например, квартал к кварталу, она выросла в 10 раз. Это не доля, в смысле, а объем доставки, вот, соответственно, с учетом того, что розница была там в основном закрыта, вот, поэтому мы, в принципе, себя чувствовали неплохо, онлайн очень круто рос, вот, после выхода мы, если смотреть на лайк по лайк, да, то, в принципе, положительный зону. Просто у нас еще не все магазины открыты, чувствуем себя достаточно уверенно, но ожидания были, конечно, менее радужные. Ну, слушай, а поменялось ли соотношение онлайн-офлайн, и какое оно было до всей этой истории? Ну, в целом, у нас офлайн, с точки зрения клик-н-коллег, да, оно превалировало всегда, то есть, вот, до пандемии стабильно у нас порядка 60% людей и наших пользователей, клиентов сделали заказы на сайте и забирали их в розничном магазине. Вот, естественно, с учетом закрытия розничных магазинов, да, наша доля сильно выросла, при этом мы открывали, у нас были дарк-сторы, у нас были пункты выдачи, которые мы, там, согласовывали их открытие с Роспотребнадзором, там, и так далее, то есть у нас все абсолютно легально было, вот, не было никаких, там, игр и иного, как бы, иного толка действий, да, то есть и вот наша доля онлайн, она достигала, там, 96%, да, 96-4% — это был самовылаз или доставка из розницы. Вот, в целом, конечно, мы, ну, по объективным причинам сильно приросли и доля сильно выросла. Вот, но теперь мы видим, да, что после открытия розницы мы, так скажем, ну, люди приходят, возвращаются к своему привычному кастом-режуарни, да, то есть, когда и доля ОМНИ сильно растет. При этом нужно отметить, да, и характерна такая штука, что наш вклад, вклад ОМНИ, он также вырос, то есть, он, говоря, там, до пандемии он составлял в пределах 80%, да, то есть от всех продаж розницы составляют продажи, ну, через ОМНИ канал. Вот, сейчас это самое минимальное значение, я смотрю просто по неделям, не могу сейчас сказать, что не закрывали квартал, вот, это 15%, это минимальное значение. Начиналось с 60, я помню, да, то есть, как только начали открывать, то есть 60% это была доля ОМНИ в общих продажах розницы, сейчас вот, ну, там, с определенной периодичностью это, там, минимальное 15%. Слушай, ну, все-таки все вернется к прежним показателям, как вы считаете, или будет какой-то такой качественный шаг вперед именно в доле онлайна? Ну, мы уже его сделали, вот, качественный шаг вперед, и даже с учетом того, что ОМНИ перетекает, точнее, ну, рознь, спрос перетекает в розницу, да, и розница тоже активно растет в целом, да, после выхода из карантина. Вот, мы видим, что мы, ну, даже пути, ну, если смотреть, например, на июль, да, когда у нас 90% розничных магазинов открыты, мы видим, что мы сохраняем динамику ровно такую, как у нас только май, потому что он был просто огненный, вот, если смотреть, там, март, апрель, исключим май, июнь, то есть вот у нас примерно ровные показатели по выручке, вот они в июле примерно такие же будут. Я считаю, что это существенный качественный скачок, который мы, который нам удалось сделать и с командой, и с брендом, и с командой, в принципе, да, Рестора, потому что на момент закрытия розницы все внимание, весь фокус был обращен в нашу сторону, вот, поэтому думаю, что мы там проделали огромную работу, это да, с твоей плоды и блогс, очень. Слушай, а май был таким бомбическим в первую очередь из-за того, что, как во всем мире, почти во всем мире, после закрытия, окончания карантина, люди побежали в люксовые магазины, фактически в люкс же, да, и с этим было все связано, как ты считаешь? Ну, на самом деле, мы в мае еще не открылись, то есть мае у нас, в принципе, был бомбический, потому что зашло очень много товара. Была ситуация, у нас, ну, как бы все понимают, да, что когда, как бы начались вот эти, так скажем, своего рода возникла эта неопределенность, да, были предпосылки к тому, что люди идут на карантин, очень активировался и возрос спрос на такого рода категории, как, ну, в нашем случае, это макбуки, айпеды, вот, и при этом в этот промежуток времени у Apple была, по большому счету, замена, в основном говоря, восставивших серий, да, на новые, вот, при этом, как бы мы, как коммерческая организация, достаточно трепетно относимся к закупкам, да, и мы не закупаемся в проб, мы не были к этому готовы, вот, и поэтому мы продали, там, за несколько дней все, что у нас было, да, ну, то есть из старых позиций, вот, а новый нам не, ну, это был общемировой дефицит, то есть, как бы, это не только касалось, там, нашего конкретного бренда, это касалось страны и мира в целом, то есть не было новых MaguPayer, не было новых MaguPro, айпедов и так далее, вот, и поэтому был, 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 был серьезный дефицит и было действительно очень тяжко в целом, вот, а в мае зашел товар, то есть его стало, там, ну, с сбытком даже где-то, да, вот, и мы прямо активно бомбанули, и это было просто прекрасно, потому что такие цифры мы не показали никогда, ни в один, там, декабрь прошлых лет, то есть это было, ну, что-то фантастическое в целом. Вот вопрос касаемый люкса, я, например, Рестор и Apple к люксу не отношу, то есть это мои, как бы, сугубо, не знаю, можно относиться по-разному, но, например, какое-то время назад я, как бы, анализировал, в принципе, рынок, да, мобайлов и ноутбук и так далее, да, то есть я увидел, что тоже Huawei P40, да, он ненамного дешевле, то есть он тоже под 90 тысяч стоит, Xiaomi, абсолютно аналогичная ситуация, Samsung, да, есть Samsung Fold, да, который стоит 170 тысяч, почему Apple это люкс, то есть мы сейчас, как бы, вступили, на мой взгляд, в ту пору, когда Apple стал доступнее гораздо, то есть сейчас ко мне, кто на встречу не приезжает, у всех макбуки, то есть они понимают, ну, люди готовы чуть-чуть переплатить, да, потому что есть определенная, там, скажем, говоря, там, не знаю, назовем это прайс премиум, да, вот есть определенная, как бы, дельта, да, которую люди готовы заплатить, и они сейчас уже готовы, они понимают все преимущества продукта, вот, поэтому не сказал, что это люкс плюс, ко всему прочему, и Apple, и мы сильно настроены на, как бы, формирование доступности, ну, инструментов, которые позволят человеку с другим достатком от товара откупить. Слушай, если возвращаться к оффлайну, все-таки растет онлайн, нет ли у вас планов закрывать часть магазинов, которые, может быть, наименее эффективны, или где арендодатели оказались не очень хорошими? Ну, откровенно говоря, планов таких нет, вот, но в целом мы в эту сторону смотрим, да, потому что арендодатели действительно вели себя по-разному, кто-то по-партнерски, кто-то не очень, вот, и понятно, что мы в эту сторону отчасти смотрим, но будем смотреть по результатам года, потому что сейчас все возвращается, пока все в целом выглядит достаточно позитивно, вот, и поэтому таких предпосылок нет, потому что мы в целом, в целом говоря, даже по результатам второго квартала мы, ну, с положительной беда, то есть, как бы, ну, естественно, вклад онлайн достаточно существенный, ну, в принципе, там, как бы, в июне уже достаточно активно открывалась розница, поэтому мы наверстали те потери, которые были. Понятно, что в целом, как бы, мы в минусе, да, год к году всякое управление, вот, но беда положительная, я считаю, что это, как бы, показатель здоровости бизнеса, вот, и поэтому здесь пока вот таких каких-то аутсайдеров, да, с точки зрения закрытия, да, то есть, претендентов на закрытие, их нет, вот. Мы, как бы, просто живем и смотрим, то есть, мы, как бы, в рамках нашей операционной работы принимаем решение закрывать или нет, это не связано, в принципе, с пандемией. Чего сейчас хотят клиенты, какие сервисы, услуги для них важнее всего? Есть ли какие-то изменения после, во время пандемии? Ну, откровенно говоря, не вижу серьезных изменений, я вижу только то, что люди активно перетекают в офлайн, то есть, мы, ну, несколько раз заявляли, да, о том, что мы активно очень промотировали наши онлайн-консультации через Телеграм, через FaceTime, вот, но этого недостаточно людям, то есть, они хотят потрогать, они хотят посмотреть, они хотят понять, за что они платят, там, 80 тысяч, да, вот, там, тот же самый, я смотрю, например, недавно друг обращался и спрашивал, чем он отличается 11 Pro, там, от 11, то я коротко ему рассказал, вот, и, ну, и рекомендовал, там, тот, который, тот телефон, который сам использует ту модель, вот, вот, и он определенное время подумал и сказал, не, я все-таки пойду в розницу, вот, и посмотрю, потому что хочет посмотреть, пощупать, в принципе, чем отличается и получить качественную консультацию, вот, и, кстати говоря, интересный факт, ну, понятно, может быть, это недостаточно удобный инструмент был для наших клиентов, да, консультация через FaceTime, но консультация через Телеграм, то есть, по сути, через переписку, да, там, не знаю, можно назвать, пистолярным жанром, да, то есть, он был пять раз востребованнее, чем, чем, как бы, контакт телевизионный, да, то есть, визуальный, вот, интересная штука. По поводу того, что они хотят, они хотят, то есть, сейчас у нас, например, в онлайне сильно увеличилась доля кредитов, вот, люди, несмотря на, ну, кредит, в любом случае, это рассрочка, да, то есть, не совсем, то есть, это достаточно выгодный инструмент для наших клиентов. У нас есть инструмент лизинга, да, iPhone по подписке, он тоже востребован, вот, в эту сторону люди смотрят, ну, естественно, они хотят получить консультацию. Если говорить о их поведении, то в целом, что, и, в принципе, это ожидалось, что люди, покупатели, да, то есть, они постараются минимизировать свое присутствие в розничном магазине, то есть, они сейчас, как я говорил, да, contribution о вкладе, помни, в продаже розис, то есть, они сейчас предпочитают сделать заказ в онлайне, получить подтверждение, прийти, получить минимальную консультацию, получить услугу, например, да, там, наклейку, пленки, там, настройку, еще что-то, и уйти. То есть, они не намерены гулять, они не намерены проводить время, как это было раньше, ну, в торговом центре в продаже. Что у вас происходит с доставкой? Я почитал отзывы на Яндекс.Маркете последние, там, единицы, двойки, как-то не свойственно такому хорошему сервису, все-таки премиальному от рестора. Можешь поделиться, почему такое происходит, почему столько гневных отзывов, да, не доставили вовремя, не позвонили, заказ не подтвердили. Это объем заказов или какие-то другие внутренние проблемы? На самом деле, это такая консолидированная штука, да, то есть, есть и внутренние проблемы, с которыми, там, за процент 80 нам удалось закрывать. Вот, это, ну, то есть, давайте, как бы, объективно, да, смотреть. Мы пользуемся ровно теми же транспортными компаниями, что и весь рынок. Вот. В моей, как бы, парадигме, я понимаю, что в целом рынок, я отрасль не была готова к такого рода, хотя нам транспортные компании говорили, что мы не на пределе, что все в порядке, вот, можете нас нагружать, вот. Я считаю, что, как бы, отрасль в целом не была готова. Безусловно, мы тоже на это повлияли. Я хотел, как бы, пользуясь случаем, искренне попросить прощения у наших клиентов, да, за то, что мы действительно где-то накосячили, вот. Это, ну, как бы, существенный, существенный наш огрех, и я действительно очень сожалею, и мы делаем все возможное, чтобы улучшить сервис. Я сейчас расскажу, как, о некоторых методиках, да, которые мы используем, но справедливый страйд, надо сказать, что мы пользуемся ровно теми же транспортными компаниями. Другой вопрос, что, как ты правильно его начал формулировать, да, у вас, казалось бы, премиальный продукт и должен быть премиальный сервис. Вот этого у нас, к сожалению, нет. А у людей ожидание выше. Вот, в основном, говорят, ты знаешь, да, что у нас в рамках нашей группы компаний есть несколько брендов, там, Streetbit, Lego, Samsung и так далее. У всех есть, мы пользуемся ровно той же инфраструктурой, да, в этом, как бы, наше преимущество в целом, да. Вот, но при этом у всех остальных брендов таких проблем нет, ну, словом говоря, таких отзывов, потому что ожидания совершенно иные. Словом говоря, все косячат там и там и там, у всех четырех брендах в пяти. Вот, но у нас из-за завышенных ожиданий, вот, люди, естественно, как бы готовы, там, разнести нас в пух и прах и везде об этом написать и в социальных сетях, и в маркете и так далее, да, что вот мы такие нехорошие, и доставка у нас такая нехорошая. Вот, безусловно, это один момент. Второй момент, это, конечно, объем. Повторюсь, в десять раз у нас выросла доставка, вот, и поэтому мы инфраструктурно где-то тоже не были готовы, вот, но мы, повторюсь, проделали огромную постклассальную работу, мы там работали 24 на 7, вот, чтобы это все исправить, вот, и более того, мы запустили интересный сервис, к которому подключили наших розничных, как бы, продавцов, да, сотрудников, вот, которые простаивали определенного момента. Вот, мы ее назвали кодовым названием «Команд спасения заказов», да, то есть мы в ежедневном режиме просто следим за доставками и недоставками, оперативно реагируем, то есть у нас есть выделенная группа, которая реагирует на любые, там, проволочки с доставкой и закрывает этот вопрос очень быстро, вот, и, на мой взгляд, это очень крутой сервис, мы сейчас, мы, как бы, как компании в целом приняли решение, что нам надо его развивать, вот, и мы сейчас пилим для них интерфейс более удобный. Ну, звучит совершенно правильно с точки зрения, как это должно звучать, но советую, надеюсь, что скоро получится все это действительно улучшить, вывести на новый качественный уровень после пандемии. Скажи, пожалуйста, в связи с текущей ситуацией, вообще какие-то новые возможности для вас вы видите, что-то такое новое, интересное нашли, придумали, что поможет вам в ближайшие годы? Ну, тут вопрос, знаешь, как у плоскости ложится, ложится плоскость изменения парадигмы восприятия онлайн-бизнеса как нашими топ-менеджментами, да, топ-менеджментом в рамках нашей компании, так и Apple, как нашим основным бендерам, вот, потому что ни для кого не секрет, да, что Apple в целом позиционировал себя как розничная сеть, вот, если обратить внимание, есть разного рода, так скажем, лейблы, да, или, не знаю, как бы, атрибуты тех или иных продавцов, есть Apple Premium Reseller, это вся розничная сеть Restore, да, например, да, есть, там, C-Store, какие-то, там, блоки, там, в NVIDIA и так далее, вот, Apple Premium Reseller, это премиальная, как бы, это та группа магазинов, которая отвечает самым высоким требованиям план, вот, и ни один онлайн-магазин в мире не является Apple Premium Reseller, это их принципиальная позиция, потому что они отождествляют себя только с оффлайном, они считают, что их опыт и опыт взаимодействия с их продуктом можно получить только в оффлайн-магазине, при этом во время пандемии, да, они сильно изменили свою точку зрения, то есть они начали смотреть по-другому на свой онлайн-стор, вот, они, я повторюсь, да, у нас каждый день были встречи по результатам, там, предыдущего дня, по результатам недели, по тому, как себя чувствует рынок в целом, как чувствуют себя страны в других, на других континентах, там, и так далее, если мы смотрели в разных разрезах, в принципе, на эффективность, на продажу и так далее, и они сильно поменяли свои отношения, то есть, и более того, мы, там, в середине где-то пандемии прошли такой серьезный асессмент, потому что worldwide команда дала определенные вводные, как бы, локальным рынкам, вот, мы прошли асессмент, вот, точку.ру вошел в топ-50, там, премиальных партнеров, Apple, да, с точки зрения, там, стратегического развития онлайна, вот, топ-50 это в мире, вот, из России мы единственные, и мы единственные, кто, ну, кто, в принципе, чья розничная сеть является Apple премиум реселлером, вот, то есть, потому что ни один Apple премиум реселлер в мире не уделяет такого внимания, как мы, онлайн развитию, вот, это я считаю, что очень круто, и я в этом вижу большие перспективы. Ну, много думая об этом и много общаясь с Apple, может быть, изменилось какое-то представление о том, как ритейл должен выглядеть в будущем, как Apple видит свой ритейл в будущем, как будут работать их партнеры, что-то изменилось вообще в этом представлении? У Apple, у вас, может быть, каким-то образом вы изменили свою стратегию на ближайшие годы? Ну, стратегию изменить, к сожалению, так быстро не получится. Мы, как бы, повторюсь, поменяли в целом восприятие бизнеса, да, онлайн, и понимаем, насколько он значим в целом, да, и насколько он может выручить, да, в той такой непростой ситуации, в которую попали все бизнесы, вот, и, соответственно, у Apple аналогичная ситуация, то есть, они совершенно начали по-другому смотреть на умниканализм, потому что мы и до встречи проводили разного рода стратегические сессии, да, и всегда онлайн-канал воспринимался как независимый инструмент. Apple, это аналогичная ситуация. Вот, условно говоря, в истории это не так, потому что мы достаточно давно уже поняли, что, как бы, умниканальность это, как бы, ну, то, что позволит бизнесу масштабироваться. Вот, в Apple, к сожалению или к счастью, не знаю, вот, это не так. Соответственно, сейчас это действительно, сейчас идет слом определенный, сейчас они, как бы, возвращаются к предыдущему своему ритму, они хотят в целом тоже понять, насколько это существенный кусок бизнеса, насколько они там могут себя позиционировать так, как они позиционируют себя в рознице, использовать те же инструменты, использовать те же возможности, то есть affordability, да, доступность продукта и так далее, потому что мы понимаем, что, условно говоря, в рознице, да, трейды, да, использовать, это один момент. В онлайне использовать трейды, да, и развивать эту услугу, это совершенно другой момент, он гораздо сложнее. Вот, и вот здесь очень много таких, пока еще неоднозначных вещей, которые не позволяют, вот, ну, действительно поменять стратегию. Вот, поэтому они в эту сторону смотрят, и мы в эту сторону смотрим. И это, на самом деле, очень круто, и это просто для меня, как руководителя e-commerce, да, то есть это просто там мама небесная, я очень рассчитываю, что мы сможем еще более динамично развиваться благодаря вот этой поддержке. Отлично. Скажи, пожалуйста, может быть, есть какой-то рецепт, как получается продавать дороже конкурентов? Я посмотрел один из ProMax, который я покупал в Ресторе. Ну, я не смотрю обычно другие магазины, я просто иду в Рестор покупать. У вас он сейчас стоит 106 тысяч, в видеошопере он стоит 93. Я почувствовал, как у меня такие уши, ослины, это растают. Ну, конечно, достаточно давно покупал, но все же, как получается конкурировать с такими интернет-магазинами, как получается продавать настолько дороже? Есть ли рецепты? Ну, тут надо немножко с другой тоже стороны заходить, потому что я не знаю, кто такие видеошоперы, честно. Вот, и они не являются партнерами Apple. Насколько я знаю, я могу, конечно, заблуждаться, но, условно говоря, я знаю, там, и партнеров Apple, не так много можно по пальцам перечислить, да, те, кто официально покупают у Apple Rus, вот, и, соответственно, я четко понимаю, да, что по такой цене мы не можем продавать, вот, и могу точно сказать, что мы, ну, Рестор, и вот, это вот вы же примеры это подтверждают, тем сильнее, да, чем конкурент, чем, так скажем, если он находится в конкурентной среде. Например, если все, условно говоря, продают по одной той же цене, да, мы, люди при прочих равных предпочитают Рестор, вот, а за счет чего удается продавать дороже, трудный вопрос, потому что, ну, во-первых, так или иначе, Apple Premium Reseller, вот, мы самый мощный продавец Apple, в принципе, в России, да, и там, странах СНГ, вот, мы, ну, мы, ну, мы, как бы, мы отвечаем за качество своей продукции, я не знаю, чем продает, что продает конкретно видеошопер, а где он это покупал, вообще, какого это качества продукта. Слушай, на самом деле, там много достаточно разных магазинов, касаемо видеошопера, вон, пишут в Телеграм-комментарии, что, ну, я покупал видеошопер, ну, европейский телефон, все замечательно работает, вот, то есть это просто частный пример, и достаточно много. Да-да-да, нет, смотри, если мы говорим о официальных представителях, да, и официальных реселлерах Apple, то у нас у всех цены одинаковые, то есть, ну, есть какие-то промо, которые запускают, там, тот же NVIDIA или Связной или там еще кто-то, да, вот, но в основной сумасе это, как бы, у нас прайсинг одинаковый. Ну, можно сказать, что вы ориентируетесь на аудиторию, которой важна именно официальная поставка, гарантия, а те, кто хотят купить подешевле, они просто уходят конкурентом и с ними никак фактически не поработать вам. В целом, да, можно так сказать, конечно же, вот, и мы действительно, то есть у нас, в принципе, аудитория несколько иная, вот, аудитория, которая, возможно, не смотрит на, там, ну, в сторону, там, то есть все, как бы, рестору доверяют, то есть они понимают, что, как бы, мы, ну, у нас нет необходимости на ком-то наживаться, да, то есть мы работаем, повторюсь, в конкурентной среде, и мы, словом говоря, продаем ровно по тем ценам, которые конкурентны на текущий момент, то есть если человек действительно хочет найти дешевле, он может найти дешевле, вот, но, повторюсь, за качество, вот здесь, к сожалению, как бы я ручаться не могу, я могу ручаться только за качество того продукта, который продаем мы. Повторюсь, аудитория у нас тоже иная, то есть у нас зачастую аудитория, она не смотрит на, там, ну, с вами говоря, другие, как вот, ты, да, ты, что я покупаю, только в ресторе, в основном говоря, вот у нас примерно 80% аудитории примерно такого же порядка, вот. Естественно, мы смотрим в сторону тех людей, которые хотят купить дешевле, вот, мы на эту аудиторию также таргетируемся, да, и мы хотим, и мы предлагаем им инструмента продабилити для доступности покупки наших устройств. Можешь рассказать о вашем маркетинге, как он устроен, как вы поддерживаете свои продажи, может, какие-то новые инструменты, новые решения, которые запустили в последнее время? Примерно говоря, я не могу сказать, что мы, вот, прям, что-то такое революционное запускаем, да, то есть мы стараемся использовать все текущие инструменты, то есть мы используем все, да, то есть весь перформа, вот если говорить, то есть вообще наш маркетинг можно разделить на две таких, таких серьезных, два серьезных пласта, да, это вот перформанс-маркетинг и медийный маркетинг. Вот, медийный маркетинг мы зачастую проводим с поддержкой Apple, вот, при выходе новых продуктов, вот, недавно там у нас выходила iPhone SE, iPad, там MacBook Pro и так далее, то есть мы их поддерживаем, поддерживаем продажи, поддерживаем бренда Варнас, вот, и имеем помощь и поддержку страны Apple. Вот, подкоманс-маркетинг — это абсолютно наше наше управление, наш, у нас есть определенные нормативы, вот, по, там, ДРР, например, да, и мы стараемся в рамках этих нормативов жить и использовать ровно те инструменты, которые генерируют максимальную выручку для нас. То есть ничего революционного, то есть вот мой любимый канал, например, Цепей, я просто и восторгаюсь, у нас достаточно крутые условия с площадками, вот, мы, там, за полгода, ну, там, если сравнить полгода к полгода, там, с 3 до 5 процентов в доле выросли, да, то есть в доле денег этот канал вырос, вот, а в остальном, наверное, все то же самое, маркетинг и ремаркетинг, то есть ничего особенного. Ну, если не ошибаюсь, у вас и партнер классный по ведению, да? Да, безусловно. Да, и факт. Да, Inspire, скажи, пожалуйста, я помню, что у вас был классный кейс по запуску мобильного приложения, год назад, может быть, больше, и там какие-то установки были, такие все показатели были прямо очень хорошие. А что, как сейчас дела обстоят с мобильным приложением, что вы с ним делаете, сколько продаж получается через него генерировать и какое будущее видите? Ну, на самом деле, мобильное приложение – это моя отрада, вот, потому что, откровенно говоря, я не верил вообще в принципе в то, что там есть аудитория, вот, и мы запускали его исключительно как некий эксперимент, вот, на конструкторе, достаточно быстро, понятно, что согласно нашему, старались там все базовые функции учесть, вот, и запустили его 20 сентября, я помню этот день, вот, не потому что мы запустили тогда мобильное приложение, потому что это день лаунча, вот, выход iPhone 11, мы как раз приложили все усилия, чтобы запуститься в один день, и за счет этого собрать, естественно, там, определенное количество органических инсталлов. Вот, сейчас у нас показатели такие, то есть, они не сильно изменились, то есть, у нас, ну, не сильно изменились с точки зрения динамики прироста в аудитории, да, то есть, у нас сейчас понятно, что для, там, монстров типа Wilder и Salomoda, то есть, эти цифры совершенно ни о чем не говорят, на 170 тысяч инсталлов, но это абсолютно органические инсталлы, которые мы вообще ни копейки не вложили, вот, они все органическим путем у нас консолидировались. Вот, с точки зрения доли в бизнесе, да, то есть, это выручки, это примерно 8%, она нас достигала 12%, было реально круто, вот, в самые такие оторванные моменты пандемии, вот, а сейчас это вот стабильно 8%. Мы, мы видим там потенциал, я недавно делал срез, ну, скажем так, за полгода, и интересную штуку, на интересную штуку обратил внимание, то есть, возможно, будет интересно коллегам, которые сомневаются в том, нужны мобильные приложения или нет, потому что, откровенно говоря, я всегда думал, что мобильные приложения должны нести какую-то пользу, вот, а не просто продажа, вот, по факту, там реально своя аудитория и в App Store, и в Google Play и так далее, вот, так вот, почему я, какие выводы я сделал, да, то есть, я посмотрел все продажи, выгрузил, да, по контакту, ну, по номеру мобильного телефона, вот, и сравнил, то есть, все продажи, все заказы, которые были сделаны с номерами мобильных телефонов через мобильные приложения и сравнил с продажами за последние 2,5 года, вот, и пересечение аудитории появилось в 10%, то есть, 90% новая аудитория совершенно для нас. Вот, сейчас еще поставил задачу, там, с точки зрения карт лояльности, этот момент тоже прочекать, потому что, интересно, возможно, люди были в розице, да, то есть, я пока не могу сказать наверняка, но для онлайна это точно 90% новых, то есть, вот, из всей массы 90% новая аудитория. С точки зрения развития мы очень хотим этот момент и этот инструмент развивать, мы видим там потенциал, вот, я считаю, что мы можем там увеличить его в доле до 20%, вот, и мы сейчас как раз ищем менеджер проекта для этого, потому что это совершенно автономная единица, да, и независимый, как бы, бизнес-юнит своего рода, вот, который нам нужно также независимо развивать и, ну, не оглядываться на веб, вот, а развивать, словом говоря, директивно, да, и двигать его вперед, вот. Повторюсь, что очень хочется, чтобы это приложение было не только приложение для продаж, чтобы оно было очень полезно нашим покупателям, мы хотим там, условно, туда стримить лекции, да, с Академией, мы хотим формировать запись нашей авторизованной сервисной центры, вот, и так далее, то есть, очень хотим развивать в рамках мобильного приложения экосистему, вот, и поэтому на текущий момент, к сожалению, у нас все, там, такие ключевые доработки были на халде из-за пандемии и сокращения расходов, вот, но в перспективе следующий год, я считаю, будет у нас такой подгидой развития мобильного приложения входить. Слушай, ну, если вы ищете людей, я просто на всякий случай скажу, что Евгения Юсенко и, кажется, у вашего HR есть доступ в волшебную папочку, там лежат несколько, если не ошибаюсь, резюме как раз есть, с этим функционалом вопрос задают, каким образом вы продвигаете свое мобильное приложение, это стандартные бонусы, скидки для тех, кто его поставит и будет там совершать покупки, или действительно, ты сказал, полная органика, вообще ничего не делается особенного? Ну, мы, ну, единственное, что мы сделали, мы сделали смарт-баннер на нашей мобильной версии, все, условно говоря, он показывается только тем, у кого мобильного приложения этого нет, да, если ты, как бы, ну, инсталировал, то больше не показываешь, а в остальном все это органика, то есть мы вообще ничего не делаем, мы даже у нас были идеи поставить там афишетки в роничный магазин, с QR-кодом, там, так далее, но это все, как бы, это будет реализовано в любом случае, но пока мы к этому, то есть, повторюсь, что я считаю, что наше мобильное приложение еще сыровато для такого прям существенного промоушена, вот, и поэтому здесь хочется, ну, то есть подготовить его более тщательно. Ну, доля до 10% от онлайн-продаж, это такая значительная циферка? Безусловно. Слушай, а есть данные какие-то по тому, как частотность продаж отличается в приложении по тем пользователям, у кого оно стоит, и по остальным? Не могу ответить на этот вопрос, нет данных, потому что, повторюсь, у нас приложение там полгода, то есть у нас в целом частота покупок, ну, с учетом специфики продукта не очень высокая. А какая? В целом, ну, 1,2, по-моему, в год. 1,2 в год? Да, это по всей розничной сети, то есть это крайне мало. Мы с Денисом Егоровым, мы с холодильником разговаривали, и он сказал, что частотность покупок очень низкая, хотя там продается и бытовая техника, и достаточно много другой продукции, поэтому они не хотят делать мобильное приложение, а Михаил Славинский из Citilink сказал, что это была ошибкой, что они не запустили мобильное приложение, поэтому очень интересно наблюдать, как разные ритейлеры себя ведут в отношении именно этого. инструмента. Скажи, пожалуйста, вы продаете на Marketplace, уже работаете с Marketplace, правильно? Нет, нет, не продаем и не работаем. Мне казалось, что вы готовили какой-то проект. Готовили, совершенно верно, то есть у нас были переговоры, то есть у нас в рамках нашего контракта с Apple, мы согласуем с ними каждый канал продаж, включая там отдельно взятый рыночный магазин. Вот Marketplace является каналом продаж, и они нам его пока не закрулили, то есть это пока для нас, мы очень хотим, честно признаюсь, то есть я делал все возможное, то есть я готовил всевозможные обоснования, вот, и, к сожалению, пока подтверждение нашей возможности нам не дали. Очень многие говорят у меня в эфирах о том, что самое главное, что нужно делать магазинам, ну, единственный способ противостоять в будущем Marketplace, это сервис, специализированность, профессионализм. Или участие в них, да. Или участие, да, в них, и участие в них. А вы, по сути, как раз такой яркий представитель магазина профессионала. Насколько, с твоей точки зрения, действительно обоснованы эти слова, это утверждение о том, что вы как раз, ваш формат, он защищен от этой конкуренции? Нет, не защищен, я с этим не согласен. То есть, безусловно, посмотри, тут ситуация такая, что мы действительно должны развивать сервис, мы должны показывать крутое качество, мы должны круто доставлять в срок, там, и так далее, то есть, ну, абсолютно все то, о чем говорят коллеги, вот, но мы однозначно не от этого не застрахованы, то есть Marketplace, просто тут вопрос, я не воспринимаю Marketplace как конкурент, я воспринимаю как возможность, вот, и поэтому я вот с этой парадигмой и выхожу к вендору, да, с переговорами, потому что это откровенная и просто сумасшедшая возможность, вот, и здесь, ну, я не могу сказать, что мы там сильно где-то потеряем, да, но риски существенные, то есть, как бы, понятно, что мы, просто мы защищены только тем, что у нас есть розница, вот, но рано или поздно, как бы, не будет понимания, как бы, сепарирована розница, там, оффлайн, онлайн, там, и так далее, будет, как бы, единый канал продаж, вот, и Marketplace одна из его частей, и поэтому пренебрегать им точно нельзя, и, ну, говорить о том, что мы защищены, там, абсолютно несправедливо. Ну, здесь, мне кажется, риск еще дополнительный, это начнет, не знаю, там, наружной рекламой займется кто-то из Marketplace активно и вывесит туда предложение, покупайте iPhone 11 Pro Max в интернет-магазине, я не знаю, там, Player.ru за 90 тысяч рублей. Все, то есть, во-первых, это и продвижение более низкой цены ваших конкурентов, может быть, серых, с другой стороны, это определенный вес, определенное доверие за счет присоединения, да, к бренду непонятного интернет-магазина, бренда самого Marketplace, и это достаточно серьезные риски. И можешь ли ты сказать, вообще, каким-то образом, ваша стратегия, направленная на именно такое избежание этой конкуренции, какой-то перспективы взаимодействия, ну, вот в плане именно противостояния Marketplace, есть что-то? Я повторюсь, что мы не планируем противостоять, то есть, мы хотим, ну, то есть, у нас есть, как и у ПЛА, да, есть экосистема, мы формируем свою экосистему, да, то есть, опять же, повторюсь, сервисные центры, академия, там, возможность там, покупки по подписке, да, там, различные кредитные предложения, какие-то комьюнити, да, блоги и так далее, то есть, мы создаем экосистему, потом это, там, условно говоря, аккумулируем мобильное приложение, таким образом мы будем создавать устойчивый спрос, вот. Понятно, что, как бы, любой клиент, да, вправе выбрать, там, низкую цену, удобство, да, там, покупки в одной корзине подвузников по айфону, ну, условно, это, как бы, его право, вот. Вот, а мы, с своей стороны, естественно, будем, но только это не связано с маркетплейсом, это связано с нашим общим развитием, нашим общей стратегией, вот. А маркетплейсом противостоять, ну, я считаю, что это бессмысленно, с ними надо сотрудничать, надо там участвовать, надо там продавать, занимать там, там, не знаю, мы у нас были в рамках наших переговоров, мы хотели, там, шопеншоп, да, организовать совершенно брендированный, крутой, там, и там где-то даже свои сервисы какие-то, да, предлагать и так далее, вот, поэтому здесь вот, ну, как бы, вот это, ну, я повторюсь, это моя личная позиция, то есть я не считаю, что мы должны противостоять, мы должны сотрудничать и использовать этот инструмент. Спасибо. Ну, и последний вопрос спрашивают, рассматриваете ли вы внедрение в онлайн 3D View? У нас некоторое время назад на новых карточках товара была, был инструмент дополненной реальности, вот, то есть новые продукты можно было там воочию посмотреть, вот, 3D View также рассматриваем, более того, у нас есть, некоторые товары, такие сложные, как гаджеты, вот, там, не знаю, хеликоптеры, там, квадрокоптеры, вот, хеликоптеры, в общем, квадрокоптеры, да, вот, мы их, у нас есть соответствующий инструмент, да, то есть некоторые карточки товара, мы таким образом отрабатываем, добавляем 3D View. Насколько вообще контент, с твоей точки зрения, важен, как его делать правильно, так, чтобы красивые карточки, хорошие карточки действительно наиболее качественно продавали? Этот вопрос очень тяжелый, очень сложный, потому что мы ведем вот такие ожесточенные бои с ипломом, потому что они хотят, чтобы мы показывали на своих карточках товаров, как премиум-реселлер, да, ровно ту же презентацию, да, вот это вот полотно, которые, ну, как, которые они показывают у себя на сайте, вот, ну, его всегда перерабатывают у нас, очень крутой дизайнер веб-интерфейс, да, он, соответственно, за это отвечает, да, мы его перерабатываем, делаем более лаконичным, все там ключевые поинты указываем, вот, и, соответственно, у нас там карточка, там, два скролла, а при этом оно по содержанию ровно то же самое, вот, и, соответственно, я считаю, что это безусловно важно, особенно если ты продаешь дорогой товар, вот, ровно так же, как 3D View важен для, там, технически сложных, товаров, которые, ну, скажем так, которые ты только выводишь на рынок, вот, поэтому здесь тема очень важная, и поэтому, ну, подход должен быть соответствующим, то есть здесь точно скупиться не нужно, нужно делать так, чтобы клиент уже на текущий момент, зайдя на сайт, ответил на все свои вопросы, то есть получил ответ на все свои вопросы. Ну, какие-то решения именно в плане контента были такие, не знаю, прорывные, на которых вы увидели, что вот это сделали и сразу получили результат какой-то? Не могу сказать, вот, чего-то такого фантастического не припомню. Я помню, потому что... Классическим образом, да. От кого-то кейс звучал о том, что разместив видео, сходу получаешь 30-процентный рост конверсии. То есть сейчас, мне кажется, все становится настолько сложнее и настолько вот эта сумма факторов, в том числе и поведение конкурентов, то, что реализовал, влияют на это, что выделить действительно сложно. Но все равно спасибо за попытку. Андрей, спасибо большое, что присоединился, очень рад был тебя видеть. Очень интересный разговор получился. Я желаю успехов и действительно 20-е место, а может повыше. Будет очень интересно посмотреть, что получится с этим прогнозом. Спасибо тебе, отличного дня. Да, благодарю за приглашение. Всем хорошего дня, пока. Субтитры подогнал «Симон»!